Она на собственной судьбе ощутила колесо репрессии. Половину жизни провела прикованной к постели, но при этом смогла исцелить сотни людей. Ее помощь и покровительство многие чувствуют и сейчас. О святой современнице репортаж главного эфира прямо сейчас. Старейший претидиакон Святодухового собора, отец Николай, один из тех, кто общался с Валентиной Минской. К будущей святой его, 12-летним мальчишкой, привез отец-священник. Было это летом 64-го. От робости подросток не мог вымолвить и слова. Семья Овсеевичей к Валентине наведывалась часто. Мама моя тоже звали Валентина. Как-то она приехала беременным, последним нашим братом. И вот Машка Валентина говорит прямо, вот приехала моя тезка и привела трех священников. Ах, все в школе, это такое, это мало. Так и сбылось. Один из братьев протеерей служит в Полоцком монастыре. Второй претидиакон в Гродно. И сам отец Николай вот уже 36 лет претидиакон Свято-Духово Кафедрального собора Минска. Именно здесь Валентину и прославляли в лике святых. А отец Николай писал службу на день канонизации блаженной. Случилось это ровно через 40 лет после смерти праведной, в феврале 2006 года. К канонизации предшествовал сбор подписей от людей, которые получали помощь и исцеление у Валентины. Собирались сведения о чудесах различные. Потом это все на протяжении некоторого времени. Все сведения были переданы, конечно же, в патриархию, где было установлено то, что ее причислить к лику блаженных. Святая похоронена на обычном деревенском кладбище. Оно отлично видно с трассы М1 Брест-Москва. Могила Валентины Сулковской, это светское имя святой, накрыта кованой сенью, чтобы спасать паломников от ветра и непогоды. Она тогда и моему отцу говорила, что когда я умру, приходите на могилку. И своими вопросами все сделайте. Валентина родилась в деревне Коски в семье священника Федора Чернявского, благочинного Станьковского округа, в который входило 27 деревень и 6 церквей с каплицами. Главным храмом округа был Свято-Никольский в Станьково, который совсем недавно восстановили из руин. Это единственная в Беларуси церковь, построенная по проекту архитектора, академика двора его императорского величества Константина Тона. Свято-Никольский храм Станьково – это не только место службы отца Валентины, священника Федора Чернявского. Это место, где крестили будущую святую. Именно здесь прошло ее детство. Ни одно десятилетие Валентина Минская пела на клиросе в церковном хоре. Несколько поколений прихожан слышали пение святой. Валентина закончила Минское духовное училище, преподавала детям закон Божий и часто заменяла отца в решении административно-хозяйственных вопросов церкви. Бывали случаи, когда маленькая Валентина так усердно молилась, спрятавшись за одну из колонок, что ее попросту забывали родители, закрывали храм на ключ, уходили, а жили они в шести километрах от Станьково, деревня Крысово. И Валентина уже когда темнело, она обнаружила, что оставалась совершенно одна в пустой церкви. Выбивала ошибенку окна, вылазила через окно, шла шесть километров пешком, рассказывала родителям, что она не с подружками где-то гуляет, а в церкви была. А утром сама организовала починку выбитого стекла. Перед Первой мировой войной будущая святая обвенчалась в Станьковской церкви с представителем дворянского рода Федором Сулковским. Его арестовали в 29-м году и сослали в лагеря на Охотское море. Такая же судьба постигла и многих знакомых Валентины священников, служивших в Минске и его окрестностях. У Валентины отнялись ноги, она пролежала до самой смерти, но именно в это время к ней потянулся людской поток. Многих она излечивала от болезней, многим предсказывала судьбу. Из порога узнавала тех, кто считала ее колдуньей. Она всегда подчеркивала, что я не чародейка. Мы сказали, что я не экстрасенс. Она таким не помогала, которые воспринимали как чародейку. Она так своеобразно предсказывала. Смерть Сталина так, что летела черная птица над Москвой и упала. Но потом передают на следующий день. Умер Сталин. Моя свекровь очень сильно болела нога. И она говорит, ну а матушка говорит, иди, это Ефросинка говорит, ну сходи к святой. Вот я пошла, что там она и делала. Вот Лена, буквально вот за неделю я встала на ноги. Я все, мне ни ноги не болят, ничего. После ареста мужа и изъятия собственного дома, Валентину переселили на окраину деревни, в старушку и стопняка. Именно сюда к ней шли люди, которые еще при жизни называли Валентину святой. В советское время власти запрещали местным жителям показывать дорогу к Дому Блаженной. Она лежала чистенько, аккуратненько, но лицо не старое. Она лежала, как младенец говорит. Сейчас дом за высоким забором. Попасть на территорию нереально. Новые владельцы настороженно относятся к людскому паломничеству, которые часто после посещения могилы Валентины, места, ставшего святым, отправляются в Коске. Кстати, смерть Блаженной в 1966-м вызвала переполох у местных властей. Они не знали, как сдержать людской поток. Когда ее хоронили, тогда в шторме тоже нельзя было ничего. И вот говорят, это был, по-моему, февральный месяц. Так было холодно. Но когда я пускаю, такое тепло исходило, что все люди просто уделялись. Вот прямо теплота шла, теплота шла в этот день. И после смерти людской поток не иссякал. К деревянному кресту на могиле Валентины люди тянулись и 50 лет назад, идут и сегодня. Просят о своем, сокровенном. Валентина Минская – это та святая, мощи которой находятся в земле. Или, говорят церковным языком, под спудом. В главном эфире Елена Бормотова, Александр Горбачев, Александр Олешко и Александр Берецкий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова